Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дочь подъем Девушки отдыхают 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 Я, во-первых, не понимаю, Леся, при чем здесь девочки? Курсовая работа – это очень личная, я бы даже сказала, интимная вещь. Надо было мне раньше рассказать тебе, что такое интимная вещь. Ну, это твой материнский прокол. И вообще, я единственный мужик, но нечего на меня женские обязанности себе перекладывать. Список составлю, деньги дам. Так, я умываться. Нормальные люди сначала умываются, а потом завтракают. Да-да-да, и не хватают сырники с общей тарелки. Очень смешно. Доброе утро. Здравствуйте. Ба, может, ты хоть овощи купишь? Тебе же все равно по дороге. Ну, да, конечно. Хорошо, я буду в филармонии с кочаном капусты и луком. Но я это все не дотащу. Ну, сделаешь две ходки. Ой, ну ладно, если успею. Люблю тебя. Мам, а может, ты не пойдешь на корпоратив? Так, начинается. Кого подвезти? Меня не надо, я пешком пройдусь. А меня тем более, я обиделась. Ой, ой, ой. Какая первая пара у тебя? Сопромат. Ясно. Алло, привет, да. Да, с моей мамой поспишь. Ты-то не опоздал на работу? Ну, все. Все, целую пока. А после занятий сразу домой. Хорошо, Золушка? Хорошего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олеська, я забыла, ты еще маслину купи. Ну, мам, какие еще маслины? Не ну, мам, а без косточек. Ты не опоздала? Нет, нет, уже вхожу в то ненаглядный строительный институт. Ну, учись хорошо. Все, целую, пока. Я так понимаю, никто не скажет мне название этой картины. Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Кто является автором данного произведения? Даю подсказку. Фамилия художника двойная. Сайко. Борисов Мюсатов, призраки. Это все? Написано в начале 20 века, хранится в Третьяковской галерее. Предположим. Но ваши знания не дают вам право постоянно опаздывать ко мне на лекции. Простите, пожалуйста. У нас сегодня у дедушки юбилей. Мы с утра ездили на кладбище, обратно такие пробки. Садитесь, Сайко. После лекции зайдите в деканат. Вадим Алексеевич, я больше не буду. Сомневаюсь, Сайко. Но это совершенно по другому вопросу. Итак, переходим к следующей картине. Артем, а можно сделать так, чтобы нажал на кнопочку, и вся история стерлась? Ну, в смысле, на какие сайты мы заходим? А то начальство нервничает, думает, что мы тут фигней страдаем и не работаем. Я много чего могу, но мало на что имею право. Ну, все с вами ясно. Артем, ну, хоть скажите тогда, а что мужики нам дарить собрались? Это сюрприз. Ой, а то ты не знаешь. Бутылка шампанского, букет цветов, как всегда. Никакой фантазии. Ой, будто у нас ее много. На каждое 23-е крем для бритья и дезодорант. А потом ходят и все благоухают одинаково, как детдомовские. Вы плохо о нас думаете. Артем, мы будем хорошо о вас думать, если вы не будете мешать работать отделу снабжения. А он не мешает, Елена Николаевна. У нас тут все зависло, а он чинит. Починил? Да, да. Свободен. С наступающим. Спасибо. Да. Ну, иду я уже, иду. Иду. Ну, вроде бы женщина, понимать должна. В конце концов, сегодня праздник. Кстати, хочу напомнить, что праздник у нас начинается после обеда. А до обеденного перерыва рабочее время. Рабочее. Ну, а от слова работа, если кто забыл. Елена Николаевна, простите, можно вас? Я спешу к генеральному. А я вас на секундочку. Ну, если только на секундочку. Ты с ума сошел? Увидят. Здрасте. Здрасте. Это было очень глупо. Я соскучился. Ну, а что? Я хочу тебя. Ты обалдел? Я хочу тебя украсть завтра на весь вечер. Слушай, это прямо строка из романс какого-то. Я хочу тебя украсть завтра на весь вечер. Та-та-та-та-та-та-та. Оплывали свечи. Я тебя обожаю. Ты у меня принес. Допустим. Ну, так что, ты согласна? Ну, предположим, я согласна. А твоя супруга? Она тоже согласна. У нее завтра девичник. То есть у нее девичник, а у нас мальчишник? Нет, у нас сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому, Елена Николаевна, надо что-то с трубами делать. Ну, если надо что-то делать с трубами, значит, будем решать, что за сюрприз. Я тебе скажу за чашкой кофе после твоего совещания. Шантажист. С наступающим. Спасибо большое. Вас так же. Между прочим, мужчин поздравлять не обязательно. Точно. Лен, тебя там заждались уже. Я пошла. Все, я жду тебя в кафе. Хорошо. Здрасте. Извините, пожалуйста. Ой, простите. Да. Я тебя целую. Я тебя умолю. Я вас тоже умоляю, Елена Николаевна. Давайте уже сдадим этот квартальный отчет. Благодарю. Благодарю. Здравствуйте. Бросайте уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, боже. Содом и Гамора. Я жду тебя уже полтора часа, что, по-твоему, я ничего должен сказать тебе. Доброе утро и с наступающим. Да? А потом я не поджаловался, что она не распеет. Аркаша, не нудите. Радочка. Вот наша гордость некраса Ирина Степановна Кузнецова. Здравствуй, Леня. С наступающим. Вот, Аркаша, учись. Выглядишь божественно. Ну, ты же знаешь мой девиз? Сегодня краше, чем вчера, а завтра краше, чем сегодня. Здравствуйте. Познакомься. Наш новый начальник отдела кадров. Сан Саныч Рыбаков. Очень приятно. Из каких будете? В каком смысле? Ну, судя по выправке, вы бывший военный. А, в этом смысле? Полковник бронетанков войск. В отставке. Понимать нет? Прелесть какая. Да, военные очень чутко всегда воспринимали музыку. У меня был один поклонник, полковник или подполковник. В общем, в точности, как вы, только летчик. Леонид Леонидович, я заберу ее у вас. У нас через два часа выступление, она еще не распета. Не смею вас задерживать. До новых встреч. Пойдем, учитель. Приятная женщина. Да, именно про нее я вам и говорил. Леонид Борисович, Леонид Борисович, подождите, может быть, вы сами с Игей сообщите? Ну, как директор, вы все-таки давно знакомы? Очень давно, Сан Саныч. Именно поэтому эту неприятную новость сообщите ей вы. Заходите, Сайко. Можно? Заходите, Сайко. Заходите. Мы вот с Ильей Сергеевичем как раз о вас разговариваем. Вы вообще понимаете, что вы в колледже на птичьих правах? Понимаю. Мы пошли вам навстречу. Взяли вас сразу на второй курс. А вы до сих пор не удосужились принести документы. Почему? Я принесу, честное слово. Я это честное слово три месяца слышал. А на носу, между прочим, проверка. А у нас ни документов, ни зачетки, ничего. Куда вам прикажете оценки ставить? На лоб? А оценки, между прочим, отличные. Ну и что с того, что отличные? Нет документов, нет оценок. Ни отличных, ни отличных. Никаких. Я не знаю, что делать. Что будем делать, Сайков? Приносить документы. Когда? Завтра. Максимум после праздников. Не, ну полюбуйтесь. Я даже не спрашиваю о причинах. Причины наверняка уважительные. Заболела гриппом, затопились соседи, день рождения у бабушки. У дедушки. Что? У дедушки сегодня день рождения, юбилей, 70 лет. Значит так. Никаких юбилеев. Никаких после праздников. Если завтра утром у меня на столе не будут лежать ваши документы, вы на занятия можете вообще не приходить. Андрей Петрович, ну зачем так-то? Что, Андрей Петрович, ну что, шутки что ли? Отвечать-то мне придется. Хорошо, я разберусь. Разберитесь. Извините, меня студенты ждут. Андрей Петрович, а можно я тоже пойду? Идите. До свидания. Сайко. Олеся, я не понимаю. Честное слово, не понимаю. Что это такое? Что? Твои последние работы. Что это? Что со светом? Илья Сергеевич, вы что, какой свет? Меня из колледжа выгоняют. И правильно делают. Где документы? В строительном. Так забери их. Я не могу, я до завтра не успею. Я это слышу каждый день. Ну вы же понимаете, мама, у нее сейчас квартальные отчеты лучше вообще не трогать. Может мне с ней поговорить? Нет, лучше не надо. Тогда поговори с ней сама. Скажи ей правду в конце концов. И принеси документы. А может лучше справку от врача? Знакомый врач есть? Но лучше документы. Я понимаю. А я не понимаю. Честное слово, Олеся. Как можно три месяца учиться и так бездарно ставить свет? Вот не надо на меня так смотреть. Имей в виду. Принесешь документы, первой оценкой в твоей зачетке будет пара. Это я тебе обещаю. Не стой, иди с документами. Иди. Ты представляешь? И теперь ту работу, на которую положено две недели, я должна сделать за четыре дня. Тебе сколько сахара? Два. Это главное не понимаю. Почему все начальники такие упертые? Вот он уперся и все тут. Да перестань, ты же тоже начальник. Я начальник? Я начальник маленький. А он-то большой. Он генеральный директор, он же должен понимать. Ну что ты так завелась? И он начальник, и ты начальник, и я начальник. Я просто не понимаю, как ты к этому относишься? Я? Да. Лично мне обидно. Вот, Витя, и мне обидно. Да нет, дорогая. Мне обидно за себя. За мой сюрприз. А, точно, сюрприз же. Ну? Я уже даже не знаю, стоит ли теперь. Ну ладно тебе. Ну давай, колись. Нет, подумайте. Ну хорошо, закрою глаза. Алле, оп. Билеты? В театр? Современник неюлого. Я вижу, сюрприз удался. Слушай, портер. А вот на такую реакцию я даже не рассчитывал. Слушай, Витя, да ты просто волшебник. Ты думаешь? Конечно, на них уже две недели, нигде в городе билетов нет. Да, по номиналу нет. А за двойную стоимость есть. Так, а сколько же ты за них ходу? Так, так, так. Для любимой женщины ничего не жалко. Витя, слушай. Если бы не люди, я бы тебя поцеловала. У тебя будет еще такая возможность. Сто лет не была в театре. Даже не знаю, что надеть. Главное, не то зеленое платье из длинной молнии. Почему? Оно тебе не нравится? Нет. Там вечно молния заедает. Витя. Летик рукой. Здрасте. Что ты у меня такая пуглеждая? Витя, ты что, издеваешься, что ли? Мало того, что меня без копейки оставил, еще и ключи от дома унес. Ключи, подожди. Как я унес ключи? Ну, как обычно, Витя. Да нет, этого не может быть. Ну, вот, вот это мои ключи. Не важно, Витя, потом разберешься. Мне некогда. Через полчаса пуфик привезут. Деньги давай. А, пуфик. Я просто не понял, что сегодня. Да, да, сейчас. Витя! Сколько там? Шесть триста. А! Да, шесть триста. Так, пять. Чего ты мне тут слюнявишь? Людей бы постыдился. Десять тысяч дай. Здравствуйте. Здрасте. Вот познакомьтесь, это коллега Елена Николаевна. Мы как раз вот рабочие вопросы обсуждали. По трубам. Да, сегодня сумасшедший день, голова идет кругом. Ну, понятно, я не буду вам мешать. Да. А это что у тебя такое? А что это у тебя в кармане? Билеты в театр. На завтра. Чьи? Как чьи? Мои. А с кем это ты в театр собрался? Ну, как с кем? Понятно, с кем. С кем я могу собраться? С тобой. Со мной? Да, вот хотел тебе сюрприз сделать, а не вышло. Ты мне сюрприз? Ничего себе, он мне цветка никогда не подарит. А тут современник. Портер не елова. Ой, так неожиданно. Даже не знаю, что надеть. Главное, не платить с длинной молнией. Что? Это Елена Николаевна сейчас о работе. Молнии, трубы, краны. Просто наш директор генеральный просит, чтобы мы ту работу, на которую нужно три недели, сделали за три дня. За четыре. А мне сказал, за три. Серьезно? Да. Витя, а может быть, ты еще три билета достанешь, а то перед девчонками неудобно. Значит так, Оленька, рыбка моя, ты меня, конечно, прости, но ты понимаешь, сколько они стоят? И вообще, там сейчас пуфик приедет, а тебя нет. Пошли. Пошли. Вить, ну неудобно. Как я... Простите, Елена Николаевна, сейчас я вернусь, и мы с вами договорим. Ничего. Все, трубы подождут. Зачем подругам твоим идти в театр? Ты знаешь, твои подруги в театр, это все может предстоит. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки и нега во взоре Мы не обещали радость рая. Бедному сердцу так говорил он, Бедному сердцу так говорил он, Но не любил он, нет, не любил он, Ах, не любил он, нет, не любил он меня. Божественно, даже более того. Ну, а вы что молчите, где же комплименты? Очень хорошо. Вы зайдите ко мне в кабинет, как осводитесь? О, даже так, сразу в кабинет, да вы решительный мужчина. Есть повод понимать. Просит, зовет зритель, зритель. Я спела, наверх не пошла, скомкала в финал. Аркаша, не нуди. Благодарю. Через 15 минут буду у вас в кабинете. Ждите и надейтесь. В продолжение нашего концерта встречайте ансамбль народной песни «Обереги». Ты обратил внимание, как он на меня смотрел? Кто? Кто-кто. Этот новый кадровик. Ну и как он на тебя смотрел? Как будто все, что у него было в жизни до встречи со мной, пыль и прах. По-моему, ты привлечиваешь. Это я еще преуменьшаю. Боже, какие у него были глаза. Господи. Господи. И что эти мужчины во мне находят? Один взгляд, и я жду вас у себя в кабинете. Хорошо, что я не жила в средние века. Меня бы сожгли на костре, как ведьму. Скромность украшает даже ведьму. Что? Ничего. Просто я хочу сказать, в твой волшебный голос невозможно не влюбиться. Аркаша, ты хам. Тебя послушать, так во мне кроме голоса и влюбиться не нужно. Вот именно голос. Я прождал тебя полтора часа, чтобы распеться. Я тебя жду, жду. Я всю жизнь тебя жду, а ты... Дорогие женщины, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником и пожелать им всего того, чего они, так сказать, сами себе желают. Ну и, конечно, вручить наши скромные, как говорится, подарки. Виктор Андреевич, давай. Дорогие женщины, мы вас поздравляем. Мужчины, прошу вас поздравить. Наши богаты, те мы поздравляем. Наши дорогие, любимые женщины, эти аплодисменты звучат для наших любимых женщин. Ну а теперь, когда, как говорится, все поздравлены и все наши любимые... А Елена Николаевна? Как? Вот так номер. Самая главная женщина у нас осталась без подарка. Вот так, извините, Елена Николаевна, такая вот накладочка вышла. Хотя эта накладочка, она объяснима. Потому что Елена Николаевна у нас женщина-начальник. А это означает, что она не совсем женщина. То есть она, конечно, женщина. Но она не ассоциируется у нас с начальством. А с начальством у нас ассоциируются всегда мужчины. Все мужчины-начальники. А женщины у нас ассоциируются с кухней. А Елена Николаевна у нас не ассоциируется с фартуком. Я запутался чего-то. Да ничего страшного, послушайте. Действительно, я здесь прежде всего как начальник. И именно как начальник. Но и как женщина. Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. Я предлагаю выпить. За весну, за любовь. И за мужчин с девичьей памятью. Да, давайте. Давайте, давайте сюда. Слушайте, друзья, прошу вас всех к столу. Прошу вас, проходите к нашему... Гилея Николаевна, здравоохранительному. Извините за меня. Ну что вы, ну, это ерунда. Друзья, проходим. Так, прошу, мужчины. Девчонки, ты что? Ты с ума сошла? Да что там за подрядки? Я вас умоляю, идите. А теперь слово предоставляется нашему старейшему сотруднику, заслуженному... Женский праздник. Ём за женщин! Ура! Бачка! За вас, друзья! Лен. Сергей Иванович, у тебя? У себя, он занят. Подождите, Цайко. Я на минуточку. Да, Сереж, мне нужны мои документы срочно. Разбежалась. Во-первых, здравствуй. Во-вторых, я тебе уже сто раз говорил. Сначала разговор с матерью. Потом получаешь документы. Я не сказала. Интересно. И что она ответила? Дочь, ты уже взрослая. Это твоя жизнь, и тебе само решать, как поступать. Интересно. Но хотелось бы услышать это в авторском исполнении. Да, пожалуйста. Ну, дядь Сереж. Ты даже не сказал. Ну, просто не было... Подходящего момента. Да, но у нее сейчас квартальный отчет. Вы же сами знаете, как она искрит. Но я ей скажу, честное слово. Вот когда скажешь, а я услышу ответ, вот тогда и будем думать, что делать с твоими документами. А пока иди. Продолжай ходить на занятия. А болею? За последнее время ты переболела всеми болезнями. Включая даже самые экзотические. Где ты справки берешь? Что вам надо? Могу достать. Мне надо, чтобы ты училась здесь. В строительном институте. И чтобы твоя мать была спокойна. Я уже тут год отучилась. Ни уму, ни сердцу. Ну, дядечка Сережечка. Ну, миленький. Ну, пожалуйста. Вы же мой крестный. А крестный это почти отец. Значит так. Запоминай схему. Первое. Разговор с матерью. Второе. Ее ответ. Потом выдача или не выдача документов. Другой схемы не будет. Все. Разговор окончен. Давай. Дядь Сереж. А помните, когда у меня день рождения? Конечно. Забудьте. Да, Александр Александрович. Я все поняла. У нас все будет готово. До свидания. До свидания. До свидания. Ераи Степановна. Ераи Степановна, я же жду вас. Понимать нет. Ой, совсем забыла. Я такая рассеянная. Прошу вас. Ну, из головы вон. Память просто девичья. Ничего, ничего, бывает. Вот. Ну? И для чего же вы так упорно искали со мной встречи? Сейчас, минуточку. Вот это вам. С наступающим праздником. От филармонии, понимать нет. Ну, спасибо. Надеюсь, эти три спутницы Тревог не сильно разорили дирекцию? Хотя, вы знаете, я не удивлена. Наша дирекция всегда экономила на святом. На женщинах. Ну, спасибо хотя бы за нечетное количество. Ну, вы именно за этим хотели меня видеть. Я вот о чем хотел с вами, понимать нет, поговорить. Вы же совсем молодой сюда пришли. Ну, не камильфонами, как даме, на возраст. Ну да, совсем девчонкой. Вот это же хорошо, когда, понимать нет, молодым давали дорогу в искусство. Это более чем хорошо. Вы знаете такого молодого солиста Болдырев, Александр? Сашенька, Болдырев, конечно. Прелестный баритон, просто волшебный. Вот его бы этого баритона, понимать нет, в штат взять. Ну, ставки на него нет, понимать нет. Да, ставки нет. Жаль, очень жаль. Вернее, она есть, но ее занимаете вы. Да, занимаю я. Подождите, вы на что намекаете? На мою ставку? Ну, в общем, да. Хотелось бы ее освободить, понимать это. Алло, Вить, ты знаешь, а я уже уехала. Да, у меня же сегодня у папы юбилей, и поэтому я уже уехала сегодня. Ну что же, я тебя поздравляю. А тебе папа не говорил, что врать нехорошо? Говорил. Поэтому врать получается неубедительно. Ну, не знаю, не знаю. Сегодня в кафе, по-моему, вышло восхитительно. Да? Дурацко получилось. Ну, перестань. Получилось просто прекрасно. Во-первых, моя жена ни о чем не догадалась. А во-вторых, ты ей даже понравилась. Серьезно? Ну, поэтому давай выпьем с тобой за то, что хорошо кончается. Я выпить не могу, Вить, я за рулем. Слушай, Лен, а давай завтра днем махнем куда-нибудь за город, а? До вечера. Да, Вить, я днем занята, вечером свободна. У тебя что? Вечером? Ну, Лен, ну я ж не виноват, что так вышло. Ну, послушай. Ну, давай пока там все на фуршете закроемся с тобой, а? Ну, пожалуйста. Пока все выпиваю. Витя, ты замасашел. Я тебе серьезно говорю. Ну, мне надо быть сегодня домой. У нас юбилею, папа. Очень хорошо. Мы сейчас как раз за папу и выпьем. Вить, ты что там делаешь? Да ничего. Вить, ну... Я ничего такого не делаю. Я тебе серьезно говорю. Да не я, это руки. Что ты делаешь? Ну, что ты творишь? Ну, ты меня не понимаешь. Ну, там люди ходят. Что они подумают, а? Ты что, дверь, что ли, за? Тихо-тихо-тихо. Ну, смотри, что ты наделала. Лен, я просто хочу тебя. Я это понимаю. Ну, соскучился. Ну, девочка моя. Послушай, пожалуйста. Я что я обижусь? Просто не сегодня еще. Я понимаю. Ну, давай ты обидишься, а потом как-нибудь мы разберемся. Пожалуйста, я прошу тебя. Я тебя умоляю. Давай я по-другому тебе скажу. Я давно собиралась сказать, но просто у меня не получалось. Говори. Послушай, что мы делаем, это ошибка. Честное слово, ошибка. Я не понимаю, что там хожатка, она же это жена. Ну, смотри, все такое. Ну, всякое в жизни случается. Я люблю тебя. Я тебя не люблю. Я вообще никого не люблю. Так хочется влюбиться, забыться. Ничего не получается, вообще ничего. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, как можно меня уволить? Как? Меня? Да кто мне это говорит? Солдафон, танкист какой-то, который в музыке ни черта не смыслит. Впрочем, как и все военные. Вам лишь бы маршировать было удобно. И все. Ираина Степановна. Что, Ираина Степановна? Вы хоть в курсе, что мой муж был заслуженным деятелем искусств? И сколько лет я служу в этой чертовой филармонии? Много. Поэтому поступило распоряжение освободить ставку для молодого специалиста. От кого оно поступило? От директора, понимать нет. Гад. Ираина Степановна, Ираина, Ираина Степановна! Так, главное, не обижайся. Хорошо, хочешь, я уйду из дома. Ты с ума сошел? Я брошу жену. Ну ты с ума сошел, Витя, ты от меня сбежишься через две недели. Зачем тебе это нужно? Мне же псих на чистоте от меня все домашние вешаются. Зачем тебе эти истерики? Я тут не из-за тебя, Витя, не обижайся. Вот, между прочим, по Фрейду, мания чистоты – это признак сексуальной удовлетворенности, да? Господи, ты нормальная. Черт, хуже, чаще. Чуть-чуть, секунду. Да, алло, Галина Семеновна, что ты здесь где? Я на работе. Что, работаем, у нас тут сегодня мероприятие. Нет, пожалуйста, подожди еще. Да я все успею, не волнуйтесь. Заеду в магазин, да. Скоро? Когда-когда? Ну, буквально через полтора часа. Да даже раньше, Галина Семеновна, наступающим вас. Алло, Галина Семеновна, у нас просто корпоратив, мы тут все друг друга поздравляем. Женя. Ну, еду я, еду. Буду через 15 минут. Гад, какой же гад? Мне в кулисах комплименты делал, а сам уже знал, что уволит. Леня, открой, открой немедленно. Сволочуга! Ираина Степановна. Оставьте меня. Ах, ну вы помните, что я только исполнитель, понимать нет. На самом деле мне очень нравилось, как вы поете. Ах, оставьте. Исполнитель, вот это я исполнитель. И прекрасный исполнитель. А вы такой же гад, как и он. Рада, что случилось? С тобой что-то случилось? Аркадий Геннадьевич, ты представляешь, эти мерзавцы меня уволили. Тебя уволили? Мерзавцы! Да как вы посмели! Как вам не стыдно! Какой ужас! Аркадий Геннадьевич, вы так удивляете, понимать нет? Как будто только что об этом узнали. Ты знал, знал и молчал? Я знал, но не то, чтобы я знал, но я не то, чтобы... Мне не хотелось тебя расстраивать перед выступлением. А я вас расстрою, Аркадий Геннадьевич. Вы такой же подлец, как они все! Нет, я не подлец! Рада, я не подлец, я твой друг! Ты не друг! Ты предатель! На! Ну, у нас следующее сообщение! Алексей из Челябинска поздравляет свою дорогую половинку Мариночку с наступающим женским днем. Он передает, что он ее бесконечно любит, целует, обнимает на нее все такое и просит передать для нее песню. Алексей и Марина, мы в свою очередь тоже поздравляем вас с тем, что вы так сильно любите друг друга. И для вас звучит наш музыкальный подарок. Я на минуту! Да мне только справку забрать! Всем только справку забрать! Привет! Привет! Все подробности потом! Она на минуту! Больная, почему без очереди? Доктор, спасайте! Опять за справкой? Да! А это уже патология. В строительной? Нет, в гуманитарный колледж. В гуманитарный колледж. А вы знаете, это уже прогресс. Вы не так безнадежно, как кажетесь. Доктор, конечно, это очень смешно, но меня действительно выгонят из колледжа, если я не заболею. А вы знаете, девушка, вы действительно больны. У вас хронический авантюризм. Доктор, ну пожалуйста. Нет, 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 нет. Что вы себе позволяете? Больная, никаких справок. Все. Ну, доктор, мини-доктор. Больная, немедленно сядьте на место. Сядьте на место, я вам сказал. Я очень вас прошу. Я на работе. Ну пожалуйста, в последний раз. Олеся, ну я же на работе. Ну я же на работе, ну пожалуйста. Никита, Никита. Никита Андреевич, объясните мне, пожалуйста, почему в мой кабинет врываются раздраженные старушки и жалуются на вас? Я немножечко не понимаю. А на что жалуются? На большую очередь. И то, что некоторые, минуя эту очередь, лезут так. А я не так. Мне очень плохо. Да, вы понимаете, это очень сложный пациент, серьезный случай. Больная, подождите, пожалуйста, процедурный. Доктор, только мне через полчаса надо быть в строительном, в колледже. Не волнуйтесь, вы успеете. Ну все, теперь Никита из-за меня влетит. Ой, да ладно, не парься, выкрутится. Никита Андреевич, меня это не устраивает. Вы врач, но все это, что вы не в дом. Я врач, но... Олеся. Тихо. Что это за вещи? Что, тебя мама из дома выглала сюда, переселилась? Это Никиты. У них сегодня утром больничная обшага трещины дала. От потолка до фундамента. Прикинь, да? Ну, короче, МЧС всех и выселила. Куда выселила? Ну, кого, куда? Вот Никите главврач предложил в ординаторской пожить. Прикинь, да? В ординаторской пожить? Ну да. Так я поэтому ему и предложила. Я говорю, Никит, ну живи ты у меня. У меня пять минут до больницы пешком. Потом у нас с мамой двушка. Мы с мамой в одной комнате, а он в другой. Галя. Черт, ты что. Температура то поднимается, а то такая низкая и низкая. Что со мной, а? Очень интересный случай. Кошмар. Ну и что он ответил? Кто? Никита, что сказал на твое такое предложение? Сказал, что подумает. Хотя что тут думать? Да. Думать тут нечего. Лизь, ты еще здесь? Лизь. Лизь, ты что, шуток не понимаешь? Никто никуда переезжать не собирался? Да у тебя шутки такие. Иди ты со своими шутками. Знаешь, куда они нужны мне больше. Не ты, не твои справки. Вечером увидимся? Конечно, увидимся. Я тебе еще не все сказала. У девушки была полная апатия. Теперь видите, какая отличная динамика наблюдается. Пациенток, вы следующие проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вам подсказать? Роза из замечательной, из Голландии. Да нет, роза это очень пафосно. Согласна. А гербера или альстромерия? Можем композицию составить. Почему эти тюльпанчики желтые? 50 рублей штука. Пять штук дайте мне, пожалуйста. Нет, что-то хиленько как-то. Давайте еще пять. Так получится четное число. Тогда четыре. Вот так, Коленька. Дружок твой, Ленька. Бездарь. Вышвырнул меня на улицу. Ты его директором сделал. Порядочным человеком считал. А он, как был бездарь, так и остался. И всю жизнь тебе завидовал. Если бы ты слышал, как я сегодня пела. Честь твоего юбилея пела. И вот за все про все награды. И некому меня защитить. Ты с кем разговариваешь бы? Ну, с кем я могу разговаривать, Леточка? Сама с собой. Маразм подкрался незаметно. Ну, и скажешь, тоже. Как прошел концерт? Зал аплодировал стоя. Пела, как в последний раз. Сюрприз. Потрясающе. Просто блистательно. Это все ты сама? Ага. Олеська, какая же ты молодец. Про овощи-то я забыла. Я знала, что забудешь, поэтому сама. Олеська, ты меня пугаешь. Последний раз ты сама накрывала на стол в 13 лет, когда затопила соседей. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто это, ба, тут такое дело. Я дома. Коньяк? Да. Довольно странный подарок для женщины. Я помогу. Мам, какие мужчины, такие подарки. Спасибо. Как вообще? Все прошло. Ой, замечательно. Ты знаешь, фуршет, поздравления, танцы. Вон, цветы подарили. Настоящий праздник. А как у тебя в институте? Замечательно. Мама, как прошел твой концерт? Ой, фурор. Просто фурор. Пять раз вызывали на бис, завалили цветами. А где цветы, ба? Цветы? А я их в гримёрке оставила. В гримёрке? Ну, поняла, что не дотащу. Там букетов 20, наверное. Теперь вся гримёрка, как ботанический сад. Все, все, обо мне, обо мне. Ты сюда посмотри, вот где настоящее чудо. Полюбуйся. Ну и красота. Это все Леська постаралась. Леська? Могу, когда захочу. Нет, это я должна была сейчас сказать. Поэтому я это и сказала. Ну, просто потрясающе. Девочки, так у нас будет сейчас самый настоящий праздник. Давайте садиться. Леська, только цветы со стола. Долой. А то у нас и так тесно. Ну ты, улица моя какая, а. И фужеры надо заменить на рюмочки. А то у нас же коньяк. Леська, а про шампанское-то ты забыла? Ничего я не забыла. А кто это? Шампанское. А разве мы кого-то ждём? Сюрприз. Сюрприз? Ты посмотри, у неё сегодня день сюрпризов. Такой стол накрыла, а, сама. Ну, это последний раз, по-моему, лет в 13, что ли, она такое делала. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. Маба, ознакомьтесь, это Никита. Я его люблю, он будет жить с нами. Мам, почему ты молчишь? А шампанское я надеюсь брю, а то от полусладка у меня пучит. Как это чудесно, Никита, что вы к нам пришли. Цветы и шампанское. Именно так и должен заканчиваться вечер настоящей женщины. Ну, а что же, есть и другие варианты. Тёплый молоко и финансовый отчёт. Какая же ты у меня старомодная. Спасибо, мам. Ты всегда умела мне представить в лучшем свете. Ой, Ленка, ну, перестань. Да вы не стесняйтесь. Никита. Никита. Да, будьте как дома. Мам, ты супер. Какой романтический вечер у нас намечается. Да, романтики сегодня через край. Лена. Ну, хватит ёрничать. Никита, ешьте. Вот, обязательно попробуйте паштет с черносливом. Для начала надо принести молодому человеку приборы. А, я принесу. Я принесу. Леся, помоги мне, пожалуйста. Олеся. Мам, ну, прости, не сердись. Я правда собиралась сказать. Собиралась? Скажи. Ну, а что теперь говорить-то? Ты уже в курсе? Нет, я не в курсе. Я не в курсе. Я вообще не понимаю, откуда он возник? Ну, вот так неожиданно. Что неожиданно? Ты что, с ним полчаса тому назад в маршрутке познакомилась? Его на улицу выгнали. А, так он ещё и бездомный. Почему бездомный? У Никиты в общежитии случилась авария. Треснула стена. И их всех выгнали на улицу. Так он же там не один жил. Чего ты всех-то сюда не привела? Мам, я тебе потом всё объясню. Никаких потом. Никаких потом. Том, ты мне здесь и сейчас ответишь на все мои вопросы. И только потом, как раз я потом решу, останется он здесь или нет. Нет, он в любом случае останется, потому что ему негде ночевать. И что? Я не позволю ночевать в моём доме человеку, которого я вижу в первый раз. Вообще-то это и мой дом. Не большаясь. Девочки, мы вас достались. Олеся. Это всё Лесечка приготовила сама. Она у нас на все руки. Спасибо. Да, буквально весь дом на ней. Ленечка, ну что ж ты сидишь? Положи Никитушке паштет и салат положи. Ешьте, Никита, ешьте. Да, Никит, вы ешьте и отвечайте на мои вопросы. Ну так нельзя, мальчик подавится. Мальчик прожует. У вас, значит, Никита треснула стена в общежитии и прям сразу к нам. Прекрасно получилось. А вы, видимо, и сирота. Лена, ну что ты такое говоришь? Нет, я не сирота, я врач. Хорошая новость. Не психиатр случайный, а то у нас есть где разгуляться в семье. Нет, нет, не психиатр, я отоларинголог. Жаль. Лена, ну нельзя же так терзать нашего Никиту вопросами. Даже в сказках баба Яга сначала кормила богатыря, а потом уже пытала. Спасибо, мама, ещё раз. Я прям после каждой твоей фразы всё набираю, набираю очки в глазах нашего гостя. О, отоларинголог! Как это прекрасно! Никита, посмотрите, у меня вот бывает на сестках такие спазмы, а... Мам! Давай не будем превращать наш ужин в медицинскую консультацию. Мамуль, тебя может положить? Не надо, я сама. Ну, и Никита, как давно вы с Олесей знакомы? Давно. Полгода. А, всего-то! Полгода. Да. Олесь, а помоги мне хлеб нарезать. Ну, а так хлеба же полно. Как это белый, а нам нужен чёрный. Чёрный-то полезнее. Вот, Никита нам как врачи подтвердит. Да, Никита? Да, да, есть такое мнение. Вот и помоги мне. Я уже вообще ничего не понимаю. Ты полгода с ней встречаешься, и никто ничего не знает? Почему никто? Бабушка знала. Так. Никита, я так давно мечтала с вами познакомиться. Леся рассказывала о вас столько хорошего. И вот теперь такая уникальная возможность. Ба, тебя маму зовёт. Ну, буквально всё на мне в этом доме. Буквально всё на мне. Шагу без меня ступить не могут. Летечка, садись. Не волнуйтесь, Никита, я скоро вернусь. Не скучайте. Мама. Мама, ты знала про существование этого Никита? Так что он в природе вообще существует? Ты знала? Ну, да, я знала, я знала. Леся со мной поделилась по-родственному. Замечательно. По-родственному. Вы знаете, здесь все родственники. Я у вас так угол снимаю. Ну, какой угол? Ну, какой угол? Лена, не драматизируй. У тебя целая комната. Леся. Леся. Олеся. Зачем потуху-то? Мама, я случайно. Ты что? Так, что происходит? А, что происходит? Всё нормально. Нормально? Ты же сказала, что сказала. Я почти сказала. А чёрного хлеба-то и нет. О, Лисенька, открой дверь. А это кто? Может, я ещё чего-нибудь не знаю? Никитушка, а хотите, я вам расскажу, как мы с Колей познакомились? Дядя Аркадий пришёл. Аркадий, наконец-то. Пойду встречу. Если что, вы за меня. Я за тебя. А что случилось? Аркадий! Какая радость, что так долго! Вот, ты забыла это. Вармония. Лисочка, принеси дяде Аркадию прибор, а это отнеси на кухню. Зачем ты накупил столько овощей? Что у нас в доме овощей? Проболтаешься, убью с салатницей. Рада, я? И ты предатель. И я тебе не рада. Вот. Брюд. Брюд. Символично. И ты, Брюд. Здравствуй, Куря. Брюд. А вот и долгожданная утка с яблоками. Лесенька, браво! Ты сама готовила? Сама. Да. Так, у всех налито. Я хочу сказать. Дорогие мои, спасибо вам за память. Пять лет, ровно пять лет прошло с того страшного дня, когда не стало моего Коленьки. Он был моим талисманом, моей крепостью, куда не было хода бестактным неблагодарным людям, воинствующим бездарностям и жалким предателям. Мамочка, ты о чем? Это я сейчас о своем. Итак, пять лет. А для меня это было буквально как будто вчера. Коленька, если ты меня сейчас слышишь, а я уверена, что ты не только слышишь, но и видишь, ты порадуешься вместе с нами. Посмотри, какой стол приготовила твоя внучка. Все, что ты любишь, она уже большая, у нее жених. Мамочка, я бы не преувеличиваю. Я не преувеличиваю. С днем рождения тебя, Коленька. Пусть мы все будем счастливы. Обязательно чокнемся, потому что в наших сердцах Коля всегда жив. Бабуль, я тебя очень люблю. Мамочка, мы все тебя очень любим. Девочки мои. А ведь действительно, как быстро бежит время. Вот девочка бегала, 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 и вдруг мальчик. Дядя Аркадий меня с рождения знает. Да, действительно, для меня было полное неожиданное, что у нашей лисеньки есть мальчик. А это для всех для нас было неожиданностью. Простите, а вы случайно не музыкант? У вас такие пальцы... Оставь его пальцы в покое. Он медик. Он ларинголог, лор. Очень благородная профессия. Жаль только, что за нее платят сущие копейки. Ничего. Ну, можно и так сказать, ничего не платят. Какую-то грустную тему вы завели, дядя Аркадий. Расскажите лучше, как идет подготовка к папиному юбилею. Да откуда ему знать, что и как там идет. Всем занимается филармония. Да, филармония, дирекция. Если филармония, значит дядя Леня. А если дядя Леня, значит все будет в порядке. Потрясающий человек. А что ты его не позвала, кстати, мама? Куда? К нам. Я говорю, что он готовится к юбилею. Это хлопотное дело, да? Давайте сменим тему. Лесечка, расскажи, а как вы с Никитой познакомились? Да, в общем, случайно. Я к чему-то не сомневалась в этом. Лена. А вы уже целовались? Мам, ты торопишься стать прабабушкой? Мама! Аркадий, сыграй что-нибудь. Ба, ты спой. Бабушка так поет. Нет, нет, сегодня я не в голосе. Сегодня был адский день, да, Аркадий? Ну, ба. Нет, нет. Ну, пожалуйста. Я не могу. Ну, бабулечка, пожалуйста, пожалуйста. Не упачивай. А давайте я спою. Я, конечно, извиняюсь за свой вокал, но эту песню очень любил Коля. Здравствуй, милая моя. До свидания, Аркадий. Рада, я очень хотел, чтобы ты не подумала. Да я о тебе вообще не думаю. И не забудьте, завтра в одиннадцать репетиция. Как репетиция? Обычная репетиция. А что, что-то произошло? А что, что-то произошло? Ну, как же, ты же тебя же... И, пожалуйста, не опаздывай. Нет, нет, еще раз. Нет, это даже не обсуждается, Олеся. Спать вместе вы не будете. Мама, что за детский сад? Мы с Никитой уже давно спим. Все. Мы сейчас успокоимся, возьмем себя в руки и решим все вопросы. Итак, Лена, что конкретно тебя не устраивает? Мама, меня не устраивает то, что я не понимаю, в каком статусе здесь находится этот молодой человек? В статусе человека, которого любит твоя дочь. И что? И что? Может быть, решили пожениться? Может быть, я сделала тебе предложение? Мы еще не решили. Вот здорово. Этого еще не решили, а спать вместе вы уже решили. Мама! Да ладно, Лена. Во всяком случае, она привела своего избранника до того, как забеременела, а не после, как ты. Мама! Ух ты! Интересненькие подробности всплывают. Так, все подробности потом. Но я уже все придумала, как мы будем спать. Лена, ты у себя. Никита у меня, а я у Олесечки. И всем хорошо, и всем комфортно. Кто за, единогласно. Следите за кофе и уберите битую посуду. А-а-а! Господи. Извините, у вас защелка сломана. Как так получилось, Лесь? Ну, ты же сказала, что предупредила ее. Я же спросил, точно, ты говоришь, точно. Ну, зачем надо было врать, Лесь? Ну, я же звонила ей, она трубку не брала. Ага. И в итоге я оказался полным идиотом. Спасибо большое. Не, я лучше буду спать где-нибудь в ординаторской или в инфекционном боксе. Но не у вас. Никит, ну, мы в конце концов все уладили. А бабушке-то вообще сразу понравился. Если ты меня, конечно, извини, но в вашем доме последнее слово не за бабушкой и не за тобой. А, ты про маму, что ли? Так она тоже за? Да, успокойся, с ней уже все нормально. Она вчера вечером погорячилась, сегодня с утра уже успокоилась. Я вчера чуть не убила. Хоть бы слово мне сказала. А кто такой вообще этот Никита, а? Лор. Кто? Да врач в поликлинике, как он говорит. Да, мол, и что он говорит. Может, он вообще какой-нибудь аферист. Надо узнать, справки навести, сходить в эту поликлинику. Ну? Да не ну, а Столюрова 16, дуй давай. А я вам повторяю, мне нужен ключ от репзала. Я же вам говорю, репзал занят. А сцена? Свободна. Ну, значит, дайте ключ от сцены. Мне надо репетировать что непонятного. Да все понятно, но непонятно мне на кого ключ записать. Как на кого? На меня, разумеется. На Ираиду Степану Кузнецову. Вы что, первый раз меня видите? Да нет. Ну, понимаете, я... Вы давайте. Под вашу ответственность. Благодарю покорно. Ну, все, тебе налево, мне направо. А справка? То есть ты опять начинаешь? Я же вчера тебе все сказал. Ну, последний разочек. Нет, никаких справок, пока ты все не расскажешь Елене Николаевне. Ну, ты чего? Если я все расскажу, никаких справок не понадобится. Она меня просто убьет. Как ты не понимаешь, что ты своим враньем делаешь только хуже? Ну, я ей все расскажу. Через недельку. Ну, через три дня. Ну, не сегодня же, Никит. Два стресса подряд она не переживет. Так, либо ты все рассказываешь ей сегодня, либо я сплю в ординаторской. Ты что, серьезно? Да. Шантажист. Ну, ладно, мне справки так нет. Можно я тебя хоть до поликлиники провожу? Мне-то теперь все равно спешить некуда. Только никаких справок. Нет, нет, конечно, мы же договорились. По-моему, я простудилась. Здравствуйте. Прошу прощения, Елена Степановна, но у нас по расписанию сейчас здесь репетиция. Нет, голубчик Адольф Михайлович. Репетиции по расписанию сейчас у меня. Я заказала зал еще неделю назад. Извините, но мне сказали, что зал мой. Видимо, накладка. Ну, конечно, а то вы не знаете, как у нас это бывает. С нашим-то руководством. Пойду с этим разбираться. Еще раз извините. Все замечательно. До свидания. До свидания. Я опять ничуть пошел. Это нас не касается. Играй давай. Аркадий, Аркадий, ну что такое, в чем дело? Не суетись. Что ты играешь так, как будто нас отсюда с ОМОНом собираются выгонять? Я такой вариант не исключаю. Играй. Как ты так пишешь, что ничего не понятно? Она в институте специально так учит. Да ладно. Да точно. Мы даже зачеты сдаем по врачебному почерку. Здорово. Ну и что здесь написано? Респиратурный микоплазмоз. Красиво. Но лучше действительно не знать, что написано. Все, я побежала. О, Леська, привет. Ты что, опять со справкой? Ага, все, никогда убегаю. Милый, не забудь забрать оставшиеся вещи из ординаторской. Ой, Леська, слушай. Галя, опаздываю. Ну, как ночевка на новом месте? Почти хорошо. Правда, я не всем там понравился. Ты про Елену Николаевну? Не парься, ей никто не нравится. Неадекватная женщина с жутким комплексом. Ну, я бы так не преувеличивал. Это я еще преуменьшаю. Заходите. Оль, да я понимаю все, но спасибо тебе огромное за это приглашение, но ты понимаешь, что в свете последних событий как-то, ну, не до дачи. Да ты что, самое время. Надо расслабиться. Я очень рада, что ты согласна. Да я не согласилась. Я захвачу тебя в городе, за этим, за Сережкой в институт. Я тут прямо на дачу. И не смей мне возражать. Ой, ты мертвого уговоришь, Оль. Молодец. Как она взяла ключи, я не понимаю. Кто дал ей ключи? Я же просил, не давать. Ну, что там? Играй, гнидых. Были когда-то и вы рысаками, И кучеров имели лихих. Пара гнидых, пара гнидых. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, Юный курнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, И на груди у нее засыпал. Где же они? В какой новой богине Ищут теперь идиалов своих? Вы только вы, и верны ей до ныне. Пара гнидых, пора гнидых. Браво, браво, Эрина Степановна, браво. А теперь потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Как что? Репетиция? Да. Видимо, произошла накладка с репзалом. Так что ты, Леня, будь любезен, подыщи хору другое помещение. Будьте добры, оставьте, пожалуйста, нас с Ириной Степанной наедине. Куда? Репетиция еще не закончена. Репетиция окончена. Аркадий, объясни этому человеку, что мне здесь никто не может запретить репетировать. Это даже смешно. Ирина Степановна, я все понимаю, но право на репзал имеют только работники филармонии. А вы со вчерашнего дня, так сказать, как в том анекдоте. Аркадий, что хочет этот человек? Я хочу, чтобы вы освободили помещение. Аркадий, передай этому человеку, чтобы он закрыл дверь с другой стороны. Леонид Борисович, ну вы же прекрасно знаете, что Эрина Степановна, она голос, она лицо, совесть нашей филармонии. Имейте в виду, если вы выставите ее за дверь, я уйду вслед за ней. А пожалуйста, вас никто удерживать не станет. Как в том анекдоте. Это кто? Это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? А потом... Иди троги свои пошлые анекдотики. И немедленно выйди вон. Знаете что, Эрина Степановна, всему есть предел. Я не позволю вам поговорить со мной в подобном тоне. Что? Ты со мной в подобном тоне? Да ты посмотри на себя. Ты вспомни, кем ты был. В бездарном конферансье. Это мы с Колей сделали из тебя директора. А ты... Я буду разговаривать с тобой в таком тоне, которого ты заслуживаешь. Аркадий, играй. Эрина Степановна, давайте по-хорошему решим эту проблему. Старость как ночь вам ей угрожает. Говор толпы невозвратно затих. И только кнут вас порою ласкает. Параг не дых. Параг не дых. Ладно, давай, я тебе потом уже перезвоню. Зиночка, вот когда будете главврачом, тогда будете распоряжаться. Идите, работайте, Зина, идите. Простите, пожалуйста, а можно вас отлечь на пару минут? А с кем умею честь? Меня зовут Елена Николаевна, и я бы хотела получить кое-какую информацию по поводу вашего Лора. Никита, не знаю, как его фамилия. Никита Андреевич Ларин? Наверное. Ну, а на каком основании вы хотите получить информацию о нем? Ну, на том основании, что он сейчас проживает в моей квартире с моей дочерью. Я бы хотела кое-что знать об этом молодом человеке. Прекрасный работник, отличный человек. Да? А что ж этого отличного работника жильем не снабдили? Ну, почему? У него есть комната в общежитии, просто там сейчас авария, трещина пошла. Ну, ладно, информация совпадает. Вредные привычки есть? Пьет много. Ну, почему сразу пьет? Ну, он из интеллигентной семьи, потомственный медик, да. Приехал из Москвы. А, ясно. Двоечник. Ну, почему двоечник? А потому что хорошего специалиста из Москвы сюда, в нашу глухомань, никто не сошли. Никто ему не ссылал. Понимаете, насколько я понимаю, он сам выразил желание поработать в провинции и правильно сделать. Потому что это ему дает плюс для поступления в аспирантуру. Понимаете? И это только всего на год. В каком смысле? Ну, когда закончится практика, он вернется в сердце нашей Родины. Так он здесь всего на год. Ну, уже меньше. Понятно. Полготика. Понятно. Аркадий Иванович, подождите вы. Пропустите. Уже. Чтобы решать судьбу живого человека, кто? Радочка, успокойся. Этот человек, он не достоин твоих слез. На. Аркадий Иванович, я понимаю, у него истерика. Но вы-то хоть соображайте, с кем разговариваете. Не смейте кричать на моего Аркадия. И со мной так поступать не смейте. Успокойся. Пей, пей, пей. Пей, Радочка, пей. Да. И что, что? Аркаша, ты мне зубы выбьешь. Спасибо. Если тебе так приспичило от меня избавиться, ты мог бы поговорить со мной сам, а не подсылать ко мне этого солдафона. И тогда я, может быть, вышла бы в положение. Поняла? Да нет, я и тогда бы не поняла. Рада. Это в голове не укладывается. Рада. Ты меня уволил. Не надо так ставить вопрос. Вас никто не увольнял. Просто вас вывели за штат в связи с достижением пенсионного возраста. Боже мой, как же это низко. Напоминать женщине о ее возрасте. Так, это не мое решение. Это решение управления культурой. Я всего лишь выполнял приказ. Если хотите, я сражался за вас до последнего. Не верю. Ни одному твоему слову не верю. Воинствующая бездарность. Гроссмейстер закулисных игр. Бимоль, в домажоре. Пойдем отсюда, Рада. Я никуда не пойду. Играй, Аркадий. Ну, знаете, так меня еще никто не оскорблял. Если через 15 минут вас здесь не будет, я вызываю полицию. В смысле наоборот. Ну, вы меня поняли. Что за чудо эта песенка? Рызочка, пойдем домой. Ты представляешь, какая ситуация? Этот голубь собирается улететь, я думаю, через полгода. Да, и Олеся наверняка не в курсе, что он сюда на год приехал. Я? Да я спокойна. Если бы ты знала, как я спокойна, Оль. Ленка, привет. Давай, я тебе потом перезвоню еще. О, давай, пока. Привет. Как дела? Прекрасно, репетируем. Но ты растаралась. Ма, погоди. А в честь чего это? Ну, а что, у нас гость. Я подумала, почему бы не приготовить кормик. Умница. Мы пришли. Прекрасно. Идите пить чай. Ленка приготовила свой фирменный пирог. Так. Вот видишь, а ты боялся. Мама уже совершенно оттаяла. Мамуль, такая вкуснятина. Объедение. Никита, а вы бы рассказали поподробнее о себе? Так сказать, откуда вы? Что закончили? Ну, я родился в Москве. Закончил. Первый мед. Да вы что? Первый мед. Угу. Ну, а какими судьбами к нам? Тетюша, так сказать, москачажи обычно не стремятся выезжать за пределы плицевой. Ну, да. Отец хотел меня оставить в своем госпитале, но я не хотел. Поэтому я взял карту, выбрал город, так сказать, методом тыка. Боже, как романтично. Мама, не помню, что это пошло романтичного в этом методе? Ну, вот. Сознавался с местным главврачом. Им как раз потребовался практикант. Ну, вот я и поехал. Но ведь практика не длится вечно. Ну, конечно, не вечно, мам. Всего год. Так ты знала? Конечно. Никита полгода уже отработала, еще полгода осталось. А тебя это не волнует? А что? Во-первых, полгода это ого-го сколько. А во-вторых, может, мы вместе поедем. Ну, или Никита задержится тут, пока я учусь. Да. Мы пока еще не решили. Они пока еще не решили, Лена. Я не понимаю, что ты так нервничаешь. Давайте лучше есть пирог. Такая вкуснятина, это что-то. Да. Это что-то. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Лесь, а ты че не спишь? Да я попить. Ага. Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Опять попить? Да. Что-то прям жажда замучила. После пирога, наверное. Понятно. Да. Не, мать, ну ты где, а? Это ты, что ли? А сколько сейчас? Я бегу. Мам, я опаздываю. Мам, у тебя там телефон. Спасибо. Алло. Оль, ну я скоро уже, скоро. Мам. Мам, это я. Леська, я тороплюсь. Я варю кофе на всех. Ленка, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Никита. Мам, там... Ясно. Умаемся на даче. Приятного аппетита. Спасибо. Как у тебя дела? Да нормально. Что ж ты ко мне заходишь, Ген? Ну так... А, ну да. Жалко, что у вас с Олеськой все не сложилось. Ну, что ж теперь. Ну, как она? В смысле? Я тебя хотела спросить, как она тут? Ну, так она у нас три месяца уже не учится. Как не учится? Ну, она в Кулек перевелась. Куда? Ну, в гуманитарный колледж на фотографа. На фотографа? Ген, пошли. До свидания. Олесь, привет. Это так называемый фиш-ай, или рыбий глаз. В чем его особенность? При широком угле зрения неизбежно возникает искажение перспективы. Передайте своим товарищам. Только осторожнее. Задний план кажется дальше, чем есть на самом деле. А при удалении от центра поля зрения форма предметов также искажается. Вот, например. Ну, что ты копаешься? Что ты копаешься? Что ты копаешься? Мы своими темпами пока доберемся, темнеет уже. Одевайся! Вон, уже Ленка устала в машине ждать. Сережа, а где Олеся? Олеся? Ну, где она? На занятиях. А на каких занятиях, Сереж? Надо посмотреть по расписанию. Не ври! Ее уже три месяца не видели в институте. Ты хочешь сказать, что ты об этом не знал? Как такое может быть? Пока сам может, Оля. Сережа. А что Сережа? Я ее предупреждал. Андрей Андреевич! Какие люди! Ираида Степановна, рад вас видеть. С наступающим вас. Спасибо. Вы ко мне? Да, у меня к вам один маленький вопросик. Ираида Степановна, голубушка, не могу. Опаздываю в ресторан. У нас там по случаю Международного женского дня корпоратив. А знаете что? А поедемте с нами. Заодно и споете. Спеть? После того, что произошло? А что произошло? У меня это просто в голове не укладывается, а, Сереж? Три месяца! Три месяца! Ну, что ж ты молчал-то? Ты взрослый человек или нет? Лен, я клянусь тебе, я сделал все, что мог. Я говорил с ней. Я наставил, чтобы она с тобой поговорила. Документы я ей не отдал. Так что формально она учится. Так что ж она на занятия-то не ходит, Сереж? Она справки носит. Какие справки? Как какие? Обыкновенные. Вот, все. Подпись, печать. Ларин. Ларин. Ларин, голок Ларин. Ясно. Лен, ты, главное, успокойся. Какое теперь успокойся-то, Сереж? Я тебя видеть не могу. Лена, пока, Лен. Ты нормальный, а? Ну, ты нормальный. Оль, ну ты-то... Зла не хватает. Лена! А как я должен был поступить? Отказать в ставке молодому перспективному лауреату? Или уволить кого-то другого? Уволить кого-нибудь другого. Подпишите. По какой статье? Вот. И Раина Степановна единственная солистка пенсионного возраста. Ну, нету у меня свободно вставок. Ну, надо что-то придумать. Но нельзя же лишать работы такого человека. Считайте, что это моя личная, настоятельная просьба. Я вас понимаю. Да подождите вы! Что? Я не вам. Извините. Я уж думал, вы там совсем себя не контролируете. Значит, слушайте меня внимательно. Возьмите себя в руки и прислушайтесь к моим словам. Вы меня поняли? Хорошо, Андрей Андреевич. Вопрос с трудоустройством Героида Степановна я решу. Ну, вот и замечательно. Все. А вы, Героида Степановна, так волновались. Вы просто волшебник. Я даже не знаю, как вас благодарить. А поедемте с нами в ресторан. Поедемте, поедемте. Ну, разве что на полчасика. Поедемте, поедемте. Добрый день. Там совещание. А я как раз на совещании. Вы куда? Добрый день. Извините, что отвлекла? Вы, собственно, кто? Я Елена Николаевна. Мать Олеси Сайко. А, Сайко. Очень приятно. К сожалению, не могу ответить самым тем же. Еще раз прошу прощения, что отвлекла. Но у меня к вам только один вопрос. А на каком основании моя дочь учится в вашем заведении? Формально говоря, она у нас не учится. Да. Только третий месяц исправно посещает здесь занятия. Согласен. Это безобразие. Извините. Но вы должны меня понять. У меня просто связаны руки. В каком смысле? Ваша дочь находится в нашем учебном заведении исключительно по просьбе ее мастера. Ильи Сергеевича Полуярова. Ах, вот как. И вы меня очень обяжете, если решите с ним этот вопрос сами. А где сейчас этот мастер? Ну, в мастерстве. Это логично. Тридцать пятый. Благодарю. Привет. Добрый день. Мне нужен некто Полуяров. Я мама Олеси Сайко. Полуяров это я. Кстати, не некто, а вполне конкретно Илья Сергеевич. А как вас величать? Мне не надо никак величать. Я просто пришла, чтобы посмотреть вам в глаза и спросить вас, зачем? Зачем, простите? Зачем вы ломаете жизнь моей дочери? Подождите, подождите. Давайте. Не так сразу. Ну, вообще-то я никому ничего не ломаю. Я пытаюсь помочь Олесе найти свою дорогу. Слушайте, Сусанин, давайте сразу расставим все точки над «и». Давайте. И не надо мне перебивать. Хорошо, извините. Ничего хорошего. Девочка училась в институте. Она получала высшее образование. А теперь у нее что здесь? ПТУ по фото? Она что будет делать-то потом в жизни? Фотографии на паспорт, что ли? Во-первых, у вас не совсем верное представление о искусстве фотографии. А во-вторых, по-моему, Олесе талант. Да что вы говорите? А с чего это он вдруг взялся? Откуда? И знаете, потом, кроме таланта, в жизни есть просто вот реальность, которой надо просто тупо зарабатывать на семью. Ну, тупо зарабатывать на семью может муж. Кто? Я вас умоляю. Ну, хорошо, а нелюбимая работа, это же хуже каторги. Ну, когда нет интереса. Слушайте, вы думаете, у меня интересная работа? ГОС-93-96 распространяется на керамические, фаянсовые, полуфаянсовые, фарфоровые, полуфарфоровые, умывальники, беды и все такое прочее. Ваше знание предмета про меня просто потрясающее. Да перестаньте, пожалуйста. Я просто работаю и зарабатываю. Работаю и зарабатываю, понимаете? Можно пройти? Я вообще не понимаю, мы с какой-то... Нет, Даниля. Ну, у меня занятие с полуяры. Он занят. Чем? Сдает экзамен по ОБЖ. Почему? Ну, на совещание, там совещание. Хорошо, Елена Николаевна, в конце концов, Олеся достаточно самостоятельный взрослый человек, чтобы самой решать, чем ей заниматься. Вы знаете, пока она живет со мной, на мои деньги, извините, как-то я буду решать, чем ей заниматься дальше в жизни. Вот и получается, что вы ломаете ей жизнь, а не я. Фантастика. Просто фантастика. С больной головой на здоровую. Да я вообще в ваших советах не нуждаюсь, понимаете? Я сама как-нибудь разберусь со своей дочерью. И даже более того, я с ней уже разобралась. Она больше у вас не учится, ясно? Леонид Борисович, а как мы с вами поступим? Адовь Михайлович, не волнуйтесь, мы все решим. Вы, главное, репетируйте. Репетируйте спокойно. Все, хорошо. Ну что, Ленечка? Ты слышал, что начальство сказало? Конечно, Ленечка Степановна, конечно. Все решим. Вот как раз идет ответ на все ваши вопросы. Здравствуйте. Сан Саныч, какие у нас вакансии на сегодняшний день? Ставка уборщицы и две ставки билетерши. Прекрасно. Ну, Ленечка Степановна, выбирайте. Что? Это ты мне? Да я 40 лет всю себе отдавал искусству, а ты? Ты еще раз, как в том анекдоте говорю, в творческом цехе ставок нет. Да я сейчас позвоню в управление культуры. Да звоните, куда хотите. Мне был приказ, вас трудно устроить. Я приказ выполнил. А вы теперь отказываетесь. Но вас не угодишь, Лена Степановна. Подлец. Все подлецы. Разворовали всю филармонию. В аренду продали под кабаки. И ты, Ленечка, самый первый вор. И все шутки твои ворованные. Раз вы так ставите вопрос, то и я расскажу. Знаете, в чем ваша трагедия? Потому что вы певица с большими амбициями и с очень средним диапазоном. Не по таланту скандалите. Как в том анекдоте. Бездарность. Ноги моей больше здесь не будет никогда. И даже если я скончаюсь, гражданской панихиды в этих стенах не будет. И если ты, Ленька, будешь именить наглость, явиться на мои пухорны, ты меня знаешь. Я встану и уйду. Видите, с какими людьми приходится работать. Я не знаю, как у вас в искусстве. У нас в армии за такое, понимать нет, морду бы били. Я не могу. Хотя очень хочется. Я имею в виду вам. По морде. Сахамское отношение к женщине. Похоже, мы с вами не сработаемся, понимать нет. А я вас не держу. Я вообще здесь никого не держу. Пожалуйста. Я заметил. Понимать нет. Ираида Степановна! Ираида Степановна! Ну что еще? Вы вчера ключ от сцены не вернули. Забирайте! Идите вы все к черту! Ба, привет. Лисечка, а что ты тут делаешь? Я к тебе. А что случилось? Да, ничего. Перед прогоном все на нервах. Обычное дело. Ясно. Слушай, ба, у меня проблемы. Мама узнала, что я в институте не учусь. Ну что за глупости? Ты же учишься? В строительном, нет. Я в гуманитарном колледже учусь. В чем? В где? Ну-ка пошли. Ба, я так боюсь. Успокойся, я с тобой. Пока Ленке нет, мы что-нибудь придумаем. Не надо ничего придумывать. Да придумывались уже. Лена, все не так трагично, как ты думаешь. С тобой, мама, будет отдельный разговор. А теперь ты, дочь. Я хочу тебе сообщить, что с этого дня, Олеся, у тебя начинается абсолютно новая жизнь. Я лично буду сопровождать тебя прямо до аудитории, а дядя Сережа лично будет контролировать твою посещаемость. И только попробуй мне пропустить хоть одну лекцию. А вот только не надо так со мной разговаривать. Распоряжение будешь давать у себя на работе, а я тебе неподчиненная. Олеся! Леночка, ну ведь это так, такое счастье, что девочка вообще учится, а не шляется по подъездам. Вы фотографом, это то же самое, мама. Ну ты же так радовалась, когда Коля ей в 10 лет подарил фотоаппарат. Я не меньше радовалась, когда он ей в 5 лет подарил барабан. Это же не повод становиться музыкантом. Ну, а если у девочки талант? Да, господи ты, боже ты мой. В этой семье, ну все везде таланты. Куда ни плюнь таланты. Одна я у вас, бездарность. Лена, талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Спасибо. Вот спасибо, мама. Только я хочу напомнить, что эта самая бездарность вас кормит, поет и одевает. И что вы обе живете за мой счет. Вот ты и она. Ты намекаешь на то, что твоя мать приживалка? Спасибо, дорогая доченька. Да при чем сейчас это-то, мама? Здравствуйте. Добрый доктор Айполит. Мама, ты смотришь на все рыбьим глазом. Чего? Лесечка, у тебя нездоровый искаженный взгляд на действительность. Насчет здоровья я как раз хотела поговорить. А ты знаешь, мама, что у нашей внучки и дочери просто целый букет болезней. Ты понимаешь? И фаренгит у нее, и трахи, и ларингит, и бронхит. И черт знает что, как она жива-то осталась, я даже не понимаю. В ваших рук дело. Я, ребята, понимаю, какая любовь вас связывает. Общая любовь к вранью. Молодой человек, я вас очень прошу, по-хорошему, пожалуйста, немедленно покиньте мой дом. Нет, он никуда не пойдет. Нет, он пойдет, потому что я здесь буду решать, кто куда пойдет. Если он уйдет, я тоже уйду. Пожалуйста, дверь открыта для всех. Извините, глупо получилось. Вот это младец. Всего доброго. Лена, что ты творишь? Никита! Олеся, ты куда от меня собралась, а? Ты не смей это делать? Леся! Олеся! Леся, Никита! Вернитесь, ну нельзя же так! Куда вы, дети? Лесечка! Всех разогнала. Довольно? Мама, как ты хочешь, чтобы я ее кореньки... Я тебе больше не мама! Вижу, празднуете, да, уже? С наступающим вас! Спасибо!